Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь. Известное высказывание из фильма «Джентльмены удачи» в этом году в Рязани не работает. Со зданий падает не снег, а кирпичи. Табличка с переделанной цитатой из фильма появилась на улице Почтовой между домами 58 и 60. Она призывает рязанцев обратить внимание на выпадение кирпичей из фасада здания. Опасная зона огорожена полосатой лентой. По всей видимости, заботой о прохожих здесь занимаются сами рязанцы. Ведь рядом с опасным местом висит еще одна, на этот раз рукописная табличка с текстом «Осторожно срывает крышу». Очевидно, что кирпичи выпадают в этом здании не только из углов дома. Недостающие элементы можно наблюдать у основания крыши. Кроме этого, разрушенным выглядит проем окна. Угол дома представляет собой несколько раз переделанный элемент. Очевидно, что кирпичи выпадали здесь и ранее. Причем некоторые места были отремонтированы оригинальным способом. В цвет подобранная шпаклевка была украшена рисунком, напоминающим кирпич. Здание старинное и функциональное. В нем расположено множество организаций. Если заняться его ремонтом полноценно, оно продолжит приносить рязанцам пользу, а не опасность. Другой дом, на этот раз с проблемной крышей, расположен на улице Островского. Ветренная погода 17 февраля привела к тому, что металлический настил открепился от основания. По сообщениям самих жильцов, кровля издавала громкий шум в то время, пока дул ветер. Интересно, что капитальный ремонт крыши здания, по словам местных жителей, был проведен совсем недавно. Ну, лет пять назад точно крышу делали. Нам сделали ремонт крыши. Поэтому только началось. Вот прошло, как говорится, гарантийное время. И вот все это пошло. В данной ситуации жители решили обратиться в жилищно-эксплуатационную организацию. Говорят, она всегда им помогает. Реагирует, да. Я на жил не обижаюсь. Если что-то нужно, они сразу приезжают. Пока проблема дома не решена, хотя жильцы оставили несколько заявок на ремонт. Подобная ситуация и в доме на улице Скоморошинской, 5, где расположен офис телекомпании «Город». К нам не раз обращались прохожие с просьбой обратить внимание на качающийся металлический лист на крыше здания. Мы сообщили в управляющей компании, но спустя три дня проблема не была устранена. Возможно, после ситуации, произошедшей с домом номер 41 на улице профессора Никулина, когда часть фасада дома рухнула на припаркованный автомобиль, ответственные организации будут серьезнее относиться к подобным проблемам. Ведь металлический лист, кирпич или облицовка здания могут нанести серьезные травмы человеку, в том числе привести к летальному исходу. К слову, на происшествия, случившиеся на улице профессора Никулина, обратили внимание многие службы. На месте обрушения облицовки здания работали сотрудники управления энергетики и ЖКХ администрации города, представители полиции и МЧС. Сейчас вопросом занимается жилищная инспекция. Напомним, часть фасада обрушилась на этом доме в понедельник в районе трех часов дня.